Как дать режущей пластине, которая неперетачиваемая, твердосплавная, для токарных резцов вторую жизнь? Об этом поговорим в сегодняшнем видео. Поехали! Я приветствую вас, друзья! Это канал Веселый Инженер. Меня зовут Андрей, и я разговариваю на своем канале всегда про металлообработку машиностроения, все процессы, которые с этим связаны. А сегодня я хочу поговорить и дать вам такой совет, лайфхак, который применяется уже на многих предприятиях, как дать вторую жизнь вашей режущей пластине. А именно, пластине сменной, неперетачиваемой многогранной пластине, которая ставится на резцы и используется для точения на всех видах токарных работ. Ну, это видео будет более, наверное, так сказать, нужное, да, более будет полезно тем, у кого есть точная токарная обработка, и есть поверхности, которые, может быть, какие-то финишные токарные обработки, чистовые делают или тонкое точение. Именно для вас это сегодняшнее видео. Да и просто будет всем интересно посмотреть. Итак, если брать режущую пластину, да, то каждая режущая пластина имеет буквенное и циферное обозначение. То есть, пластина для токарных резцов, для токарных работ, для точения, имеет буквенное обозначение и имеет циферное обозначение. И после цифр дальше идут, иногда обозначается какой-то специальный материал, стружко-ломы и всякая другая такая лабудель. Но, смотрите, нас интересуют именно цифры, которые, вы видите, обычно это идет три пары по две цифры. И в этих цифрах нас интересуют именно последние цифры. Они говорят о радиусе пластины. И, естественно, так повелось. Это не я придумал, это реально так и есть. Эти цифры обозначают радиус. Радиус пластинки. И чем точнее у вас обработка, к примеру, у вас чистовая какая-то обработка, да, ну, возможно, получистовая, естественно, чем меньше радиус, тем точнее будет получаться ваша поверхность, лучше будет получаться шероховатость и так далее. К примеру, если радиус 4, то это чистовая пластина. Если радиус 12 или даже 8, это получистовая или, возможно, даже черновая. Если 12 или 14 радиус, это, естественно, пластина для черновой, возможно, даже для обдирочной операции. Как же использовать пластину повторно? Предположим, у нас есть деталь, где вы используете пластину с радиусом 4. Естественно, получаете вы на выходе какой-то размер. Предположим, это будет у нас какой-нибудь внутренний диаметр, да, детали вы будете и растачивать. И допуск у вас на точении 2, ну, может быть, 2-3 соточки всего лишь. И шероховатость, соответственно, 1,25, как после шлифовки. То есть вы должны получить достаточно точную поверхность. Обработав какое-то количество деталей, естественно, ваш радиус начнет притупляться, начнет увеличиваться радиус за счет того, что пластинка начнет изнашиваться. Это все будет в микронах, да, возможно, даже в каких-то сотых долях, да, это все будет минимально. Но через какое-то количество деталей, к примеру, вы обработаете 30, 40, 50, может быть, деталей. Это зависит от того, какой материал вы будете, какая термообработка, какие поверхности, диаметры и так далее. От очень многих параметров. У вас размер перестанет получаться. И что же вы сделаете со своей пластинкой? Естественно, вы ее снимете, поменяете грань, повернете ее, возможно, это двухгранная, четырехгранная, неважно, пластинка. Вы повернете на другую грань, и когда все грани закончатся, пластинка ваша уйдет в утиль. Но вот и лайфхак. Зачем выбрасывать пластину, которая, в принципе, да, не дает размеры на тех поверхностях, которые вы изначально для себя запланировали? Попробуйте данную пластину использовать для точения других поверхностей. И, о чудо, вы эту пластину, когда вы поставите ее на другие поверхности, которые имеют более грубые требования по размерам, по форме, под опуском формы, расположения, по биению, вы поймете, что эта пластина еще отработает практически свой еще один ресурс и будет давать вам качество, конечно, ниже того, что было заявлено, и для которого она предназначена. Но вполне себе нормальное точение вы сможете обеспечить. Естественно, вы должны для себя определиться, то есть, если на изначальной операции она стояла, к примеру, 50 деталей, вы знаете, что она уже притупилась, она не дает шероховатость, не дает ваш размер, вы ставите ее на другую операцию механической обработки, к примеру, какой-то более-менее неответственный размер на вашей детали, и продолжаете точить. И уже опытным путем определяете, сколько деталей без, так сказать, снижение качества данной пластиной вы можете обработать. Уж поверьте, достаточно вы удивитесь, насколько она еще долго может работать. Пускай это будет 20 деталей, пускай будет 30, 40 или 10 даже, да? Но все-таки раньше в эту пластинку выбрасывали, а сейчас вы ее используете на более-менее неответственных поверхностях, и тем самым продлеваете ей жизнь, экономя существенные средства, потому что режущий инструмент нынче дорогой. Если это видео тебе было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал, если ты впервые, смотри мои следующие видео, а может под этим видео писать, комменты, я обязательно все читаю и на все комментарии отвечаю. Пока-пока!